Друзья, всем привет! Меня зовут Кира Юхтенко и это программа «Распаковка» от команды проекта InvestFuture. Каждую неделю мы с вами разбираем по косточкам одну компанию и стараемся выяснить, насколько эта компания интересна долгосрочному инвестору. За последний год акции TKS Group, холдинговой компании Тинькофф Банка, выросли на 162%. Капитализация перевалила за триллион. Так давайте же мы посвятим нашу сегодняшнюю распаковку этой компании и разберемся, что стоит за таким стремительным ростом котировок. Ну и самое главное, стоит ли долгосрочному инвестору выделить в своем портфеле место для ее бумаг. И как обычно мы с вами начнем с короткой справки о компании. Итак, что нам известно от TKS Group? Это компания, которая принадлежит все 100% акций российского Тинькофф Банка. Главная характерная особенность Тинькофф Банка заключается в том, что по методу организации своей работы он представляет собой онлайн-банк, который работает без физических розничных отделений, к которым все так привыкли. Клиенты банка обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр. Основные проекты и сервисы компании доступны либо через отдельные мобильные приложения, либо же они интегрированы в основное приложение Тинькофф Банк. К числу главных сервисов относятся Тинькофф Инвестиции, многим знакомые, Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование и Тинькофф Бизнес. Кроме того, у ТКС есть собственная управляющая компания Тинькофф Капитал, которая преимущественно занимается созданием ETF фондов и управлением ими. На российском банковском рынке на данный момент Тинькофф занимает третье место по количеству активных клиентов, второе место по объему портфеля кредитных карт, доля порядка 15%, и второе место по объему портфеля кредитов сроком до трех лет, доля 10%. На фондовом рынке Тинькофф Банк лидирует в следе брокерских компаний по числу активных клиентов. Это статистика, в которую еще несколько лет назад, кажется, никто бы не поверил. Еще недавно у ТКС Групп было два класса акций А и Б. Отличие между ними было в том, что каждая акция класса Б давала владельцу 10 голосов на общем собрании акционеров. Причем, все эти акции принадлежали одному единственному человеку. Как вы, наверное, уже догадались, это был основатель банка Олег Тинькофф, ну, точнее его траст. Ну, а акции класса А были вполне обычными. Одна акция, один голос. И в результате на общем собрании акционеров трасту Олега Тинькоффа принадлежало 84% голосов, что позволяло ему беспрепятственно проводить через собрание абсолютно любые свои решения. Но все поменялось год назад. 7 января 2021 года, аккурат на Рождество, все акции класса Б были конвертированы в акции класса А в отношении один к одному. То есть, принадлежащие Олегу Тинькоффу акции в одно мгновение утратили свои сверхспособности, и в итоге голосующая доля его траста сдулась с 84% до 35%. То есть, сейчас у ТКС-групп только один класс акций, причем около 60% бумаг находится в свободном обращении. Остальные 40% с небольшим остаются во владении траста семьи Тинькоффа и топ-менеджмента банка. А теперь давайте вспомним историю банка. Итак, в декабре 2006 года предприниматель Олег Тинькофф основал свой Тинькофф банк. При этом немногие помнят, что он не стал заниматься получением лицензии на банковскую деятельность, а пошел иным путем. Он просто купил действующий химмашбанк и переименовал его в Тинькофф кредитные системы. В 2008 году начинает работу интернет-банк Тинькофф кредитные системы, а в 2011 компания представляет мобильный банк для смартфонов с операционными системами iOS и Android. В 2013 ТКС Групп проводит листинг на лондонской перше, а в 2019 году и на московской. С 2015 года Тинькофф начал предлагать своим клиентам брокерские услуги по доступу на российский фондовый рынок. Сначала брокерское обслуживание предоставлялось в партнерстве с финансовой группой БКС, я вот еще помню те времена, а в 2018 банк получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и стал оказывать брокерские услуги уже самостоятельно. В апреле прошлого года Олег Тинькофф покинул пост председателя совета директоров банка из-за проблем со здоровьем. В сентябре того же года было объявлено о покупке банка Яндексом за 5,5 миллиарда долларов, но эта сделка так и не состоялась. Ну вот еще из сравнительно свежих новостей стоит отметить заявление Тинькофф банка о намерении создать цифровой банк на Филиппинах и таким образом выйти на зарубежный рынок. Кроме того, я напомню, что в этом году Тинькофф был включен в список системно значимых кредитных организаций России, и это является довольно важной вехой. За два с лишним года, прошедшие с момента листинга на Мосбирже, акции компании акционеров порадовали, выросли более чем на 400 процентов в последние два месяца, были для бумаг ТКС групп, скажем, не очень удачными. На фоне общей коррекции российского рынка они снизились более чем на 25 процентов. Ну и тут надо понимать, что многие относят акции ТКС к компаниям, которые оцениваются по сути как IT-сектор, а в американском IT-секторе мы тоже с вами видели коррекцию. Поговорим больше про бизнес, наконец, и давайте сначала посмотрим, из чего складывается выручка ТКС групп. Что мы с вами тут видим? 55 процентов выручки компании обеспечивают классические банковские услуги. Прежде всего, это кредиты и кредитные карты. Это самый крупный сегмент выручки. Дальше следует сегмент дебетовых карт для физических лиц. Он приносит ТКС групп 12 процентов выручки, но из-за использования кэшбэка никакой прибыли он не генерирует. То есть фактически дебетовые карты это такой вот единственный убыточный бизнес желтого банка. Но это не значит, что в существовании этого сегмента нет никакого смысла. Он на самом деле есть. Благодаря ему банк что делает? Наращивая свою клиентскую базу. И это позволяет ему зарабатывать на привлеченных клиентов, продавая им уже другие свои услуги. Все просто. Идем дальше. Страховой бизнес приносит ТКС групп еще 9 процентов доходов. В рамках этого сегмента компания предлагает услуги ОСАГО и КАСКО, страхование имущества, ну и так далее. Сегмент эквайринга и платежей также составляет 9 процентов в общей выручке компании. Далее идут еще два сегмента, на каждый из которых приходится по 7 процентов доходов. Первый из них это брокерские услуги, то есть всем известный сервис Тинкофф Инвестиции. Ну а второй это услуги для малого и среднего бизнеса. И замыкает вот этот список мобильный оператор Тинкофф Мобайл. Он на приносит компании всего лишь 1 процент от выручки. И кстати важно отметить, что сегменты бизнеса, не связанные с кредитованием, постоянно увеличивают свою долю в структуре доходов ТКС групп. Вот за последний год их доля выросла с 39 до 45 процентов. И это надо отметить довольно позитивный момент, потому что кредитование, особенно под высокие ставки, это довольно рискованный бизнес. Снижение зависимости от подобных доходов делает выручки компании более диверсифицированной, ну а значит и более стабильной, как итог. Ну что, со структурой бизнеса ТКС групп мы с вами познакомились, а теперь давайте пойдем дальше и посмотрим на динамику ее финансовых показателей. Отмечу сразу, что ТКС групп одна из немногих компаний роста на российском фондовом рынке. Ее доходы растут какими-то феноменальными темпами. Рост выручки за 5 лет составил в среднем 33,5 процента в год. Кроме того, компания обладает самой высокой рентабельностью в своем секторе. Показатель роя, то есть рентабельность собственного капитала у ТКС составляет 43 процента. Для сравнения, у Сбербанка аналогичный показатель лишь 26 процентов, а у ВТБ 17 процентов. Но к этому моменту мы еще вернемся. А сейчас отметим, что благодаря высокой рентабельности ТКС групп показывает быстрые темпы роста чистой прибыли. За последние 5 лет прибыль компании росла в среднем на 41 процент в год. В чем же источник высокой маржинальности ТКС групп? Это, конечно же, кредитный портфель Тинькофф банка, и никуда от этого не уйти. Средняя доходность по кредитам у банка в третьем квартале составляла 25 процентов годовых. То есть, получается, банк выдает кредиты в среднем по 25 процентов, и это, честно говоря, не очень хороший знак. Объясню, что я имею в виду. Здесь все дело в том, что если у вас, допустим, хорошая кредитная история, то сейчас в России вам вполне доступны кредиты под меньшую ставку. И очевидно, что заемщики, которые вынуждены все-таки занимать по 25 процентов годовых, такой кредитной истории похвастаться не могут. То есть, это не очень качественные заемщики. И, соответственно, кредитование таких клиентов связано с повышенным риском невозврата денег, которые были им предоставлены. Для сравнения, у Сбербанка средняя доходность кредитов около 9 процентов всего лишь. Но справедливости ради отмечу, что Тинькофф банк работает над своим портфелем кредитным, и ситуация постепенно становится лучше. Ну, во-первых, банк старается снизить в своем кредитном портфеле долю кредитных карт, а ведь именно по ним установлены самые высокие проценты и больше всего просрочек. Ну, и во-вторых, он старается нарастить долю обеспеченных кредитов, то есть таких, как ипотека или кредит на покупку автомобиля. Так, вот мы видим, что доля кредитных карт в кредитном портфеле за год снизилась с 60 до 47 процентов, а доля обеспеченных кредитов, наоборот, выросла с 18 до 24 процентов. Обеспеченные кредиты делают доход банка более стабильным, так как в случае просрочки выплат банк может просто изъять купленное в кредит имущество и реализовать его уже на рынке. Результаты этих усилий по изменению состава структуры кредитного портфеля уже сейчас налицо. Вот мы видим, что за год средняя доходность по кредитам в Тинькофф банке снизилась почти на 2% пункта, что уже немало. Ну что ж, а мы с вами, друзья, переходим к самой интересной части нашей сегодняшней распаковки, к сравнению героя нашего выпуска с его основными конкурентами. Но прежде чем перейти непосредственно к сравнению с конкурентами, давайте мы ненадолго остановимся на общей ситуации в российском банковском секторе. Там интересно. Давайте-ка мы сначала посмотрим на отраслевой индекс российского финансового сектора, который рассчитывает не кто-нибудь, а Московская биржа. В корзину этого индекса входят акции всех крупнейших финансовых компаний России, и мы видим, что за 5 лет он вырос на 44%, причем основной рост пришелся на 2020-2021 годы. По финансовым показателям российский банковский сектор также чувствует себя довольно неплохо. Прибыль российских банков за первые 9 месяцев выросла на 66% в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 1,8 трлн рублей. Такой быстрый рост в основном связан с высвобождением резервов, которые активно создавались банками в прошлом году в условиях пандемии. Банки тогда страховались от ухудшения ситуации именно таким образом. Чистые процентные доходы российской банковской системы за те же три квартала, как мы видим, выросли на 15%, ну а чистые комиссионные доходы на 23%. Рост доходов объясняется ростом портфелей и восстановлением экономики после прошлогоднего кризиса. Ну а теперь давайте-ка мы сравним ТКС-группу основным мультипликаторам с основными конкурентами, которые на фондовом рынке представлены. Это, конечно, ВТБ и Сбербанк. Первое, что тут бросается в глаза, это высокие мультипликаторы ТКС-групп. И по ПБ, и по ПС компания торгуется в несколько раз дороже конкурентов. В результате и капитализация у ТКС-групп в два раза больше, чем у ВТБ, хотя по объему активов Тинькофф-банк меньше ВТБ в 17 раз. Я напомню, что по объему активов Сбербанк занимает в России первое место, ВТБ – второе, а Тинькофф всего лишь пятнадцатое. Ну, в принципе, такая высокая оценка вполне объяснима и, наверное, даже ожидаема, если учесть более быстрые темпы роста бизнеса и значительно более высокую рентабельность Тинькофф-банка. А эта высокая рентабельность, в свою очередь, объясняется двумя причинами. Во-первых, как мы уже сказали, это высокая стоимость кредитов в Тинькофф-банке. Ну, а во-вторых, это отсутствие у него физических отделений. Ну, а значит и отсутствие всех сопутствующих расходов, которые связаны с поддержанием их деятельности. Ну, а мы с вами, друзья, давайте-ка перейдем к итоговым выводам. Давайте еще раз обозначим основные сильные и слабые стороны ТКС-групп и Тинькофф-банка, чтобы лучше запомнить. Начнем мы по традиции с хорошего. Тинькофф – это самая настоящая история роста на отечественном рынке, двузначные темпы роста выручки, высокая рентабельность, диверсифицированные доходы, перспективная ниша бизнеса. Ну, а тут еще и намечается выход на зарубежные рынки. Просто какая-то песня. Но своя ложка дегтя здесь есть, и даже целых три. Ну, во-первых, отметим относительно низкое качество кредитного портфеля Тинькофф-банка, что создает определенные риски для устойчивости его бизнеса в случае какого-то жесткого кризиса. Во-вторых, высокая оценка ТКС-групп по мультипликаторам. Да, со своих пиков акции, конечно, уже немножко приспустились, более чем на 25%, но мультипликаторы все еще остаются очень и очень высокими. Оправдана ли такая оценка, покажет, наверное, время. Тут нужно понимать, что потенциал внутреннего рынка ограничен, и расти на нем прежними темпами в какой-то момент станет сложно. Поэтому многое будет зависеть именно от того, получится ли у компании успешно выйти на иностранные рынки и их покорить. И третье, но не последнее, негативное. ТКС-групп не отличается стабильностью дивидендных выплат, и периодически компания заменяет их обратным выкупом своих акций. Но, с другой стороны, так как Тинькофф-банк все еще продолжает относиться к акциям роста, в принципе, в этом случае ждать высоких дивидендов, наверное, еще рановато. В общем, резюмируя, мы можем сделать вывод, что акции ТКС-групп подойдут инвесторам, которые ориентированы на вложение в акции роста, и которые готовы к характерным для таких бумаг довольно глубоким просадкам и высокой волатильности котировок. Но, впрочем, друзья, вы все-таки не забывайте, что все сказанное не стоит воспринимать как инвестиционную рекомендацию. Моя задача лишь распаковать активы и высказать свое личное субъективное мнение. Ну, а решение, стоит ли инвестировать или нет, конечно же, принимаете вы и только вы. Друзья, до встречи ровно через неделю на телеканале РБК и на Ютуб-канале РБК Инвестиции. Подписывайтесь на канал Инвестфьюча на Ютубе и в Телеграм, чтобы не пропустить полезные материалы по инвестициям и личным финансам, которые мы с командой готовим. Всем пока, до новых встреч!